здравствуйте дорогие друзья программа политодел в эфире и первый наш сегодняшний визит в гости главному редактору портала альтернатива андрею ваджи андрей добрый вам день здравствуйте но текущая повестка что происходит что нам всем делать чего ни в коем случае нельзя делать и как относиться к вот ко всему этому и заявление украинского руководства и визиты на поездах вот этих вот балтийских тигров польского дуды и все остальное вот ваше видение действительно сегодняшней ситуации как нам с ней справляться я уже об этом говорил в общем то но наверное имеет смысл еще раз повторить возможно у нас не все понимают то что сейчас происходит потому что я вижу по по тем фактам которые потоком идут каждый день возникает стойкое ощущение что с нами идет тотальная война тотальная война на уничтожение то есть здесь не какой-то конфликт связи с чем-то там здесь просто нас хотят уничтожить и все что сейчас допустим происходит по ту сторону фронта грубо говоря вот это направлено именно на то чтобы нас уничтожить чтобы уничтожить россию прежде всего и в общем-то все начиналось именно с этой целью в этом смысле все что делают европейцы американцы режимного на украине вот они делают все это последовательно они вот все что-то не делает она направлена к этой цели нанести максимальный урон россии либо довести ситуацию до ее полного уничтожения во всех смыслах этого слова поэтому неудивительно что как бы звучат уже крики оттуда с той же европы что теперь самое главное это война что теперь в общем-то не имеет значения дипломатия что мы должны то есть они должны сделать все максимально возможное чтобы разрушить экономику финансы россии чтобы вызвать социальные потрясения внутри россии так далее то есть это все идет потоком это очень откровенно все и это мы уже когда-то видели сожалению у вас с нашей стороны ситуация таким интересным образом складывается что возникает ощущение будто бы не войну видео а у нас такая легкая легкий скандал со своими партнерами что мы рассчитываем на то что этот легкий скандал закончится вот мы и мы опять как бы вот строимся в ту систему которую мы вот эти вот 30 лет существовали и дальше будем жить как жили до этого момента то есть главное переждать главное не обострять главное как бы но вот выдержать вот этот весь поток ударов ненависти всего остального в наш адрес вот не сделать резких движений чтоб не дай бог там что-то не завалилось вот все вот это вот переждать набравшись терпения и выдержки да и конце концов значит они выдохнуться остепеняться и мы тогда опять как бы сольемся в экстазе в братском с нашим с нашей братской европой штатами и всем остальным но на мой взгляд когда со стороны все то смотришь возникает такое ощущение никого абсурда ведь но представьте себе ситуацию допустим там сорок второй год к примеру до 1942 идет война с нацистской германии мы прекрасно все знаем что на тот момент мы воевали не просто с нацистской германии мы воевали со всей объединенной европой который возглавляла нацистская германия и мы видели потоки пропаганды потоки лжи ненависти к нам но представьте в этой ситуации мы воюем с нацистской германии смысле о том что чтобы не германию уничтожить до чтобы не разрушить эту европу которая создала германия а чтобы как бы каким-то образом вот принудить германию давая к договоренности и чтобы она потом в это вот нацистскую германию это нацистскую европу ли полу нацистскую дали под властью нацистов строится давайте мы так будем воевать с гитлером чтобы не дай бог не нанести ему ущерб до его его стране а потом глядишь там у то они выдохнутся вот и мы тогда сможем как-то с ними договориться как вы думаете вот смогли бы мы выиграть в такой вот ситуации войну у меня большие сомнения потому что она реально принципе у нас же реально нас пытаются уничтожить а мы реально делаем вид что ничего не происходит мы реально пытаемся встроим и мы рассчитываем на то что через какое-то время мы вновь строимся в ту систему которая хочет нас сожрать уничтожить стереть в порошок полностью на мой взгляд это очень странно как бы ну странная стратегия предельно странная мы уже перешли все вот эти вот рубежи которые как бы ну после после которых есть какой-то возврат назад все уже и я понимаю что это как бы очень сложно действительно вот принять решение идти как бы на проломы но мы растягиваем просто этот процесс вот чем все дело они ведь как думают они же ведь думаю что они могут с нами делать все что хочешь а мы с ними что хочешь делать не можем вот у них так вот за вот эти послевоенные десятилетиями вот так вот как бы сложилось что они великие они повелители мира им все принадлежит они определяют повестку информационную нравственную политическую то есть они решают все остальные это как бы насекомые такие знаете вот что что за рамками запада европы америки это что-то вроде такого кишащие в этот насекомые которые просто надо периодически вот вот они сейчас пытаются нас в этого-то стоило запихнуть они не воспринимают нас как что-то равное себе и они не останавливаются вот вы видите вот российская армия методично уже почти два месяца перемалывает сколько там перемола то уже всего страшно подумать это потом когда у цифры все озвучатся посчитаются это только надо на данный момент это страшные цифры перемалываем 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 может психологически там же ничего не происходит им по большому счету на украинцев наплевать европейцы которого сейчас там собираются танки отправлять гаубицы и все остальное и плевать им плевать сколько там еще перемола так будет мы методично молча перемалываем вот и делаем что ничего не происходит они в топку закидываются новое новое но чтоб горела ярче и у них психоз разгорается сильнее сильнее и сильнее вот эта ненависть то есть сейчас европа в ту что мы сейчас наблюдаем это европа периода от 41 45 год вот чем проблема а мы делаем ничего ничего не происходит мы вроде как парируем эти удары да но мы не наносим не наносим в ответ удары никакие мы почему-то терпим мы почему-то ждем а что мы терпим и ждем вообще непонятно и я честно говоря слабо понимаю да и да серёж андрей тогда вот вопрос а самый мягкий ответный удар который я больше чем уверен вот эту статью 5 натовскую не разбудит сегодня сатановский об этом сказал грит ребят но посмотрите как вот эти ваши ненавистные вам принявшие сейчас галкина и урганта евреи как они себя ведут с иранскими прокси никого не стесняясь по ливии там по моему по сирии там где эти прокси что-то готовят какие-то ракеты только делают собирают вот этих хамасах или что там хазбулы лупят туда своими ракетами уничтожают и плевать они на всех хотели вот что мешает нам сейчас по тем местам сбора вражеской военной техники которая уже завтра будет в руках украинских военных и начнет убивать наших солдат что мешает нам наносить точные удары оповещая немцев поляков и прочих иностранцев о том что ребят вы нас извините но вы с нами таким образом воюете мы не хотим чтобы эта вражеская ваша военная техника оказалась на поле боя поэтому она будет будет уничтожаться по мере обнаружения вот обнаружили где-нибудь там под лодзию да или еще в каком-нибудь под городом и вот туда прилетела наша ракета и расхреначили все к чертовой матери вот это сейчас уже окажут украинцы на часе или мы еще что-то подождем ну вы задаете сложный вопрос сергей потому что бить уже по территории европейских стран это надо уже как бы в чем проблема мы же да даже не хотим обострять на том пространстве на котором идет на котором мы завязаны в борьбе да вот вязана на и на пространстве мы не позволяем себе делать какие-то жесткие вещи мы делаем и что принципе как бы опять-таки ничего не происходит ну вот как идет операция специально и больше ничего проблема в том что бить то можно они не только по прилегающим территориям до на странно но бить же можно и по тем узлам где-то на украине которая где как происходит концентрация всего того что заводится из европы очень еще дело вот туда можно наносить удары но я думаю что в принципе то это не проблема и я думаю что когда все эти вещи отслеживаются то туда бьют тоже как бы но опять-таки с другой стороны на мне допустим не совсем понятно почему мы не выводим строя коммуникацию ну но но совершенно мне вот мне вот для меня это загадка почему ведь танки допустим ну к примеру да у даст германия вот эти вот танки свои старые примеру они там как-то могут ездить и стрелять да но они же своим ходом на украину не смогут попасть и на машинах их не завезешь то есть если вы если их повезут и повезут только железной дорогой почему не уничтожить железнодорожные узлы почему не уничтожить мосты мне вот как бы для вам для меня это вот странно честно скажу то есть но если мы но реально военная операция идет но мы же мы же полумерами мы ее раз затягиваем эту операцию на мой взгляд опять таки я со своего как бы по моему скромному мнению мы затягиваем то есть если мы не наносим не наносим максимальную еще противнику мы затягиваем сам процесс его скажем так ликвидации поэтому бить не как минимум надо выводить опять-таки себе ну вот второй вопрос мы же видим что во что они превратили массовое сознание людей на украине но мы же видим это то есть там уже не психоз там уже знаете это уже да это какая-то архаика вот то что мы видим что то что они говорят и что они делают это уже чистейшая воды архаика и мы видим что когда допустим на определенных территориях телевидение украинская замолкает люди приходят в себя это знаете это как у стругацких обитаемый остров вот пока эти вышки работают вот людей пены и за рта идут и они бьются в этих вот истериках в пяти минутках ненависти как оорл и так далее то есть мы прекрасно понимаем что для чего вот сейчас вот это вот все необходимо почему как бы ну я понимаю что возможно допустим вывести кабельное телевидение это непросто но это на мой взгляд это важная стратегическая задача военная не политическая задача это военная мы мы должны как бы от отрезать смычку вот эту пропаганды и массового сознания любой ценой найти каким образом технически вывести все это из строя вышки вот эти вот телевизионные которые выбивались до калибрами вот это но в лучшем случае мы отрезать каем и сельское население у которых которого нет цифрового либо кабельного основная эта масса сидит в городах и основная масса наш на кабельном телевидении но нельзя слушайте но нельзя оставлять их их превращают просто какое-то безумное стадо а а потом это стадо безумное брат бросают как мясо пушечное под танки наш но это же ну блин ну это же очевидно но любой ценой надо заткнуть вот эту вот вещалку их не вот эти вот страшные но это страшные вещи сергей андрей получается тогда надо закрывать центры коммуникации ракетами просто уничтожать грубо говоря вот на киностудии довженка студия савика шустера вот она должна быть разрушена должны быть разрушены другие центры 1 плюс 1 конечно вот список такого-то по такое-то будет нанесен ракетный удар по таким-то по таким-то вот адреса попросим рекомендуем пока покинуть в эти объекты во время нанесения по некому дарочи это надо уничтожать потому что это не менее значимо ведь украина военном плане она по большому счету не что я у тебя просто подготовлю ближайшее время материалы аналитику своего именно как раз по военной тематике над этим работаю украина не что вы посмотрите это ж не зря же зеленский сейчас бьется в истерике требует вооружения потому что в военном плане украина не что когда на на востоке на левом берегу закончится ликвидация произведут ликвидацию этой группировки который там сидит в бетонных укреплениях по большому счету на украине армия не останется и они это пытаются компенсировать другими средствами они пытаются это компенсировать не военными средствами и в прежде всего ставка делается именно на психологические моментам этого потому что вот мы делаем я понимаю что мы этого не понимаем они превращают вот этих несчастных людей безумное стадо и бросают опять-таки под танки то есть бить надо именно по вот этим вещам которыми они пытаются компенсировать свою военную слабость бить надо по прежде всего по узлам боящику которым они сводят людей с ума бить надо по узлам коммуникации прежде всего железнодорожных построим потом мы посту когда надо будет но все этого к сожалению сейчас как бы вот если сравнивать потери да вот лучше сейчас потерять все вот это вот и потом восстановим но процесс ускорить надо максимально ускорить максимально их ослабить нельзя позволять затягиваться всему вот этому вот потому что нож как бы накручивает на маховик все новых и новых людей поэтому я не понимаю это опять-таки для меня загадка но блин но министерство обороны украины почему не хлопнуть ракетами но если мы бьем по военным базам если мы бьем по складам у воинским частям по штабам тер обороны почему не хлопнуть по министерству обороны почему не хлопнуть по администрации президента украины до долбите их нахер чтобы они по щелям прятались чтобы им страшно было чтоб вот этого чмо арестович не сидел и не рассуждал растопырив пальцы да вы же посмотрите это же как бы ну чмо такое чмошное абсолютно он же себя посчитал великим манипулятором гений манипуляции сидит а то чмо недоделанное а надо так чтобы у него руки дрожали так чтобы он понимал что в любой момент может прилететь вот как только штаб минштаб россии поступила информация где не находится он должен понимать то сразу ракета прилетит но по-другому не получится потому что если вот эти люди до представителя украинского режима правящего если они себя комфортно чувствуют если они себя в полной безопасности чувствуют если у них спинка не потеет от страха они будут закидывать все новые 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 тысячи людей в эту мясорубку и им плевать сколько погибнет людей абсолютно плевать им этим дурачкам на западе дали команду им дали гарантии им лично делайте все что хотите снесите всю страну полностью до основания никого это не волнует не в европе не в америке пустите все в пыль лишь бы лишь бы это нанести ущерб россии таким образом и эти люди прекрасно себя чувствуют эти люди общаются там с представителями россии закинув ногу за ногу ребята мы я еще раз повторяем и не мы мы а полностью погружены в реальную действительность но мы не понимаем действительность психологическую то которая в головах у нас это полностью выпадает вот от слова совсем выпадает они должны на карачках там ползать от страха они закинув нога нога на ногу сидеть и что о чем-то там рассуждать мы должны до этого состояния мы должны выводить их с полного равновесия они должны пребывать непрерывном напряжении психологическом истерики должны постоянно находиться в страхе непрерывном они по ночам должны спать и плохо ходить извините на унитаз у них должна физиология полностью быть расстроена не нервная система должна быть у них у каждого должен свой быть психиатр и все это и невропатолог рядом постоянно с таблетками без это это суть войны хотим или пускай суть специальная по военной операции если эти чмошники находятся в комфортных условиях если они прекрасно себя чувствуют ну может быть там конечно не не совсем хорошо спят по ночам это я понимаю но как бы но они должны другом прибывать состоянии абсолютно другом мы должны и довести до этого состояния если она достоин снести здание из духовки и на что его надо сносить если министерство обороны для этого надо снести значит надо сносить если снести надо администрацию президента значит надо с насти не должны в щелях сидеть по подвалам и бояться а А периодически мы должны их оттуда выманивать и спрашивать, ну что, вы созрели? Нет, все, назад, назад. Продолжаем. Понимаете? А вот эти понты, они губительные, они забирают людей. Вот просто давайте посмотрим немножко в прошлое заглянем. Вот ситуация, когда этот конфликт с Украиной постоянно нарастал, они кричали, что мы в 8 лет воюем и так далее. Я ведь тогда говорил об этом, что нам мешает экономически и финансово удушить Украину. Вот тогда. Да. Ведь все равно настал момент, когда нам пришлось начинать... Военная операция гораздо сложнее и гораздо ущербнее для нас. Она нам вреда больше наносит. Так почему нельзя было в течение там нескольких лет просто финансово-экономически обрезать все? От транзита там до всего полностью и душить Украину. Мы должны были ее предельно ослабить. Потому что, ну, понятно было, что все идет к войне. Это понятное дело. Опять-таки, чего мы, собственно говоря, уже стесняемся? Но мы же прекрасно знаем, что юг, вот эта вот Южная Русь, это юг России, юго-западная часть России, исконная. Мы же прекрасно знаем, что Киев, мать городов русских. Мы прекрасно знаем, что все города, которые построены на территории нынешней Украины, умирающие, это русские города. И население там русское. Мы это все прекрасно знаем. Чего мы стесняемся? Вот объясните мне. Ну, в этой ситуации, да, ну чего нам уже стесняться? Уже идут боевые действия на территории Украины. Я повторил, говорил это раньше, и те, кто меня постоянно слушает эти годы, они могут вспомнить, когда крики были о том, что вот сейчас начнется там партизанская война. А я говорю, я тогда ржал, когда все слышал. Реально ржал. Потому что я знаю, что собой представляет украинское население. Я знаю, что такое система на Украине, которая была построена. Не будет никакого партизанского движения. От слова совсем. Вот сейчас, да, на тех южных регионах, которые освобождены уже, мы в этом убедились прекрасным образом. Выбить просто вот агентуру СБУшную, Гуровскую, и все, и все заглохнет. И ничего не будет. Нет условий ни психологических, ни материальных для партизанского движения. Даже если брать советские времена, советское партизанское движение, то мы прекрасно знаем, что, по сути, в общем-то, все партизанские отряды организовывались вокруг подготовленных сотрудников НКВД. Они были ядром, вокруг них собирались люди. Само по себе ничего не возникает. Выбиваете это ядро СБУшное, да, и военное вот это вот, ССУшное, и все. Люди не заточены под эти вещи. Как бы там этим придуркам не хотелось в Киеве и в Брюсселе. Поэтому я не вижу, вот честное слово, но по большому счету я не вижу вообще ничего такого, чтобы как бы заставляло нас чему-то стесняться. Давайте называть вещи своими именами. Вот это вот территория, где сейчас происходит военное столкновение. Это территория тысячу лет принадлежала России. Тысячу лет. Это русская, это даже не российская, это русская, исконно русская территория, политая кровью и потом наших предков. То, что какие-то придурки там, когда-то в девяносто первом году набухавшись, разбухавшись, раскромсали Россию, Русь, это ничего не значит. Это по своей ценности ноль, полный ноль. Почему мы должны с этим мириться? Почему мы должны признавать вот это вот все? Почему мы должны мириться с мнением Европы? Европа нас ненавидит. Мы сейчас находимся, вот у них там сейчас такое состояние, это 41-45 год, нас там все дружно ненавидят, нас считают агрессором. Мы можем говорить им сейчас все, что угодно, они не будут нас слышать. Они нас услышат только тогда, когда мы сапогом на глотку наступим. Вот когда мы им на глотку наступим, и когда они почувствуют, что задыхаются, вот тогда мы сможем с ними поговорить. Тот мир, который был до начала специальной военной операции, его уже не будет. Мы туда уже вернуться и встроиться не сможем. На мой взгляд, в стратегическом плане, надо исходить из того, что все, что сейчас происходит, мы должны полностью завалить всю систему, которая существовала до этого момента, а потом на своих условиях создавать новую. Безусловно, мы наладим потом отношения с теми же европейцами. Но эти отношения будут совершенно другие, не те, которые были когда-то, до этого момента. Из этого надо исходить. Не из того, что мы должны вернуться в реку. Невозможно дважды войти в одну и ту же реку. И когда-то мы в нее войдем, но она уже будет другой. Невозможно все, что там после начала специальной операции, оно все осталось в прошлом, его уже не вернуть. Мы должны думать о будущем и двигаться в будущее. И двигаться напролом, наплевав на мнение Европы, наплевав на мнение вот этого умирающего политического режима на Украине, наплевав на мнение украинских обывателей. Тоже наплевав, да. Потому что любой народ, любое население, любой человек принимает ту ситуацию, которая складывается. И он принимает победителя, на условиях победителя. Вот кто победит, тот и определит, как дальше будут жить вот эти вот люди на той территории, которая сейчас называется Украиной. Победитель будет определять. И население примет любое решение победителя. Так мир устроен. Вот человеческая история, вот она так устроена, что всегда определяет все победитель. И плевать на мнение чье-то. От слова совсем. Сейчас у нас на глазах происходит столкновение двух воль. Вот это вот не только сил, да, но и воля. Вот сейчас вот одна воля противостоит другой воле. И наша задача, чтобы мы своим волевым усилием сломали волю противника. Сломали волю противника к сопротивлению, к борьбе и так далее. Это очень важно. Мы психологически должны их надломить. Не только физически, но и психологически. На мой взгляд, просто странно, что этот момент совершенно не учитывается сейчас. Андрей, тут беда в том, что нас так научили, нас приучили. Вот этот советский интернационалист, в котором я был воспитан, что ну как же так, это же братья, это же родные. Мы не должны над ними издеваться, не должны подшучивать даже над ними. А с той стороны, вот я вижу украинских сегодняшних, вот они мне пишут в телеграмме, в комментариях, ненавидят и проклинают. Они готовы задницы целовать тем, кто им говорит, мы вас презираем. Вы говно, вы должны за нас сдохнуть. Но они их любят. Нас, которые их годами, десятилетиями кормили, содержали, помогали, поддерживали, даже в ответ на лютую ненависть, они презирают. Я ведь читаю, что они говорят, вы срань русская, там нищеброды, вы унитаз увидели только, когда пришли, вторглись на нашу территорию, вы про микроволновки ничего не знали и не слышали, пока в нашу европейскую страну не приехали, про асфальт они вообще молчат. Нет в России асфальта, только направление для танков. И вот эти люди, они нас презирают. И чем больше мы проявляем к ним гуманизм, тем больше они нас презирают. Я просто один короткий пример, фамилию сейчас не скажу, на Л, подполковник, замполит или начштаба 36-й вот этой бригады, которая сдалась. Этот крендель один раз уже сдался, и ему разрешили из Феодосии, из Крыма, со знаменами развернутыми, выйти, уйти на Украину. Второй раз он сдался в Иловайском котле. Его впустили к нам, покормили, отмыли ему жопу, перебинтовали и отпустили на Украину. И сейчас этот тварь третий раз сдался нам в плен, уже будучи подполковником в Мариуполе. Вот что с ними не так? Когда у них щелкнет, что с русскими воевать нельзя, что русский добрый, но до какого-то момента, потом же в конце концов он увидит у тебя, тварь, на шкуре свастику и просто не доведет тебя до суда, за брусвером расстреляет? Ну, Сергей, вы сейчас говорите как раз о том, о чем, собственно говоря, я трое что говорил. Эти люди, они не мыслят. Вот этот вот человек, я тоже на него сегодня обратил внимание, он же будет еще раз пять сдаваться в плен. Я не понимаю, зачем вообще вот так делать. То есть, вы взяли человека, ну, значит, все, значит, на стройке народного хозяйства под конгоем. Куда отпускать? О чем вообще речь идет? Зачем отпускать? Для чего? Что, мало сейчас работы в ДНР, ЛНР по восстановлению народного хозяйства? Какие отпускания? То есть, о чем вообще речь идет? Но мы же прекрасно понимаем, что этот человек неисправим. Он либо сдохнет где-нибудь в очередном котле, либо будет опять с нами воевать, пока вот существует проект Украина. То есть, смысл? Они не отцы, они почему-то считают, что вот наша человечность и доброта – это слабость. Вот в чем проблема. Они глубоко убеждены, что русские лохи. Вот у него три раза там выпустили и четвертый раз выпустят. Русские лохи. Поэтому их можно обманывать, их можно убивать и так далее. Вот в чем проблема. Это неправильно. Я уже об этом не раз говорил. Это неправильно. С этими людьми, они все эти вещи, они не смогут оценить. Но вы посмотрите, вот да, опять-таки, вот что они там о нас будут думать. Да похрен, что они будут о нас думать. Вот эти вот смешные видосы, когда показывают каких-то бабулек, которые сидят, извините, в каком-то лохмотье, в каком-то, извините, дерьме, в какой-то украинской глубинке и рассуждают о том, как российская армия вывозит унитазы. То есть, вот приехали русские, вот, и украинцы им объяснили, что такое унитаз. Русские этот унитаз увидели, обалдели, вот, вырвали из пола и на танках, значит, эти унитазы вывозят в Россию. И вот сидят вот эти вот бабульки, у которых, ну, я не знаю, какая там уже степень маразма, сидят на фоне, ну, страшном, ну, это фон, как бы, знаете, это вот советские вот эти времена, то, что как осталось тут в 90-х, вот они так вот там все заморозилось, вот они в этом дерьме сидят и не обсуждают, насколько нищие русские, которые унитазы, оказывается, никогда не видели. И вот сидят эти бабульки и, как бы, вот они потешаются. И мы этим бабулькам, я понимаю, что это следствие пропаганды, да, или как там другая какая-то дурелка, ладно бабульки, да, ну, маразм там и все остальное, можно понять. Ну, когда 18-летняя деваха, вот, рассказывает русским о том, что они ворвались на Украину, чтобы забрать у них телевизоры, микроволновки, вот, стиральные машины, вот и так далее. И ты же ей ничего не объяснишь. Причем мы же прекрасно понимаем, что мы живем в открытом информационном пространстве. И мы прекрасно понимаем, что, будучи там на Украине, она спокойно может понять с помощью интернета, разобраться, как живут простые россияне. Но она несет вот этот вот бред пропагандистский. И ты ей абсолютно ничего не изменишь в голове, абсолютно. Тогда какой смысл вообще брать в расчет мнение вот этих вот несчастных людей? Они будут делать так, как им скажет власть. Вот в чем разница, как бы, вот между нашим отношением к простому обывателю и реальностью этого обывателя. Давайте возьмем освобожденные территории украинские. Там же ситуация приблизительно та же самая. Народ не понимает, в принципе, по большому счету, не понимает происходящего. Вот пришли русские, что дальше будет непонятно. Может быть останутся, может быть не останутся. Может быть они старое панство позовут править. А может быть что-то еще. Люди сидят тихонечко и не понимают происходящего. А мы в силу какой-то своей стеснительности и еще чего-то там непонятно чего, мы не объясняем, что происходит. Мы им не рассказываем, что мы пришли раз и навсегда. Что мы уже никуда не уйдем. От слова совсем. Потому что в противном случае начинать специальную операцию было бы бессмысленно. Ну как бы потерять людей, потерять еще что-то, материальные какие-то вещи. И потом уйти оставить. Мы не уйдем уже. Но люди это должны четко понимать. Что мы никуда не уйдем. Россия пришла уже. Она пришла за своим. И она свое никогда никому не отдаст. Это вот эта земля, этот народ. Это тысячу лет наша история. Это еще раз повторю. Поле это нашей кровью и потом. Это наше. И плевать на то, что думает пан Зеленский. Плевать на то, что думает население Украины с промытыми мозгами. Плевать. Плевать на то, что думают в Европах. Полностью плевать. Знаете, вот как бы добрать полнородственные и плюнуть. И то, что в Америке думают, тоже плюнуть. Когда мы победим, они примут ту реальность, которую мы им навяжем. Если мы скажем, это наша земля, это наш народ, это наши города. Они признают это рано. А если не признают, то будет им хуже. А так жизнь устроена. Не получится компромисс. Сейчас компромисс невозможен с Западом. Я еще раз повторю. Если посмотреть их историю. Если посмотреть их психологию. Присущую им. Они начинают тебя слышать, только когда ты им на глотку наступаешь сапогом. В противном случае, они прилагают максимальные усилия, чтобы тебя уничтожить. В прямом смысле, даже не переносном. Им наплевать. Посмотрите, что сейчас с Украиной происходит. Это потому, что в 91 году мы этих тварей запустили на свою территорию. Если бы мы их тогда, в 91-м, не запустили, ничего бы не было. Но мы впустили. И вот теперь там кровавая баня. И у нас выбора нету, в принципе-то. В этом смысле у нас выбора никакого нет. Мы в любом случае этот вопрос должны закрыть. И я об этом 10 лет уже пишу и говорю. Больше 10, 15. С момента еще оранжевой революции. На пальцах объяснял. Война неизбежна. Война неизбежна была. В любом случае неизбежна. И неизбежно, что мы заберем то, что наше. И нет у Европы шансов. Вот история последних там столетий, она показывает наглядно, что любой конфликт Европы с нами, прямой, открытый, приводил Европу к катастрофе. И в этот раз ситуация повторится. Европа, по сути, сейчас с семимильными шагает к своей катастрофе. А заодно она затянет и Америку. Там просто более хитропопые сидят. Они думают, что они смогут выкрутить из этой ситуации дивиденды. Не смогут выкрутить. У них Европа как гиря на ноге. Если Европа полетит в бездну, она за собой потащит и все остальное. Весь Запад. Но это надо просто откровенно понимать. Это надо четко понимать. А некоторые вещи надо просто проговаривать. Откровенно проговаривать. Ну, блин. Иначе будет разброд и шатание. Нам волю надо сконцентрировать. Нам мобилизовать надо полностью. Свой народ. Свою армию. Все полностью мобилизовать. Все, что этому мешает, пинок под зад. Вон туда. Других вариантов нет. Андрей, я в конце эфира не могу не сказать. Для меня это важное событие. Наш с вами позапрошлый эфир посмотрели на канале СМЕШ Крымский фронт 4 миллиона зрителей. Ну, для маленького канала, у которого 25 тысяч подписчиков, это действительно очень серьезный показатель. Это на вашем канале обычное дело 200-300 тысяч, 150 тысяч просмотров. Для нас это было и остается рекордом. Я надеюсь, и сегодняшний эфир много людей посмотрит. Ну, а сейчас, когда есть возможность в радиоформате в 22.15 на Херсонскую и часть Запорожской области выходить, я думаю, что наши и зрители, и слушатели будут с удовольствием и читать, и смотреть, и подписываться на ваш телеграм-канал Андрей Ваджа, на Альтернативу, ну и на нас тоже. Спасибо вам огромнейшее. Надеюсь, что мы на следующей неделе продолжим этот разговор, и в нашем разговоре появятся нотки убежденности в нашей скорой победе. Просто потому, что, во-первых, скоро 9 мая. Сергей, ну вот честно говоря, у меня в этом нет ни малейшего сомнения от слова совсем. Не потому, что я вот какой-то там оптимист, невероятный, там вот как бы мне хочется что-то там верить. Это чисто просто холодный расчет, это математика. Вы же прекрасно знаете, да, как обстоят дела с моими прогнозами. Вот вы откройте книги, вот люди, которые сейчас там, допустим, на освобожденных территориях, да, вот пускай найдут мои книги, которые я писал там 5 лет назад, да, по поводу украинского вопроса, и прогнозы пускай найдут те, которые там были сделаны, и сравнят с той ситуацией, которая сейчас. Это ведь не какая-то там эйфория, там какая-то пропаганда еще. Я просто говорю, что вот объективно, вот причины, вот обстоятельства так складываются, что наша победа неизбежна. Тут вопрос только, какая цена этой победы будет. Но это неизбежно, и мир станет неизбежно другой. Вот просто, вот то, что сейчас происходит на Украине, это просто, знаете, такой, это такой триггер. Это вот ключ, которым он сейчас взламывается, вся существующая система. Может быть, даже в самом Кремле этого сейчас до конца еще не понимают. Потому что объективные процессы, они не всегда улавливаются сознанием. Мы не всегда даже понимаем последствия своих действий до конца. То есть бывает, что вот поставлена задача выиграть специальную военную операцию, а в итоге выигрыш в этой специальной военной операции переформатирует всю реальность мировую. Вот к чему я говорю. Поэтому я еще раз повторяю, моя убежденность в нашей победе, в том, что Россия победит, она основана не на эмоциях, а на чистом расчете. Вот чистое вот такое, знаете, чистое рацио. Я по своей натуре человек, в общем-то, малоэмоциональный. У меня как бы все базируется на разуме. И от этого разума я как бы исходил, я делаю такой прогноз. Мы обязательно победим, это неизбежно. Других вариантов просто, в данном случае, других вариантов невозможны. Вопрос только в цене. Андрей, еще раз огромнейшее вам спасибо. Очень рад был с вами пообщаться. И надеюсь на следующей неделе продолжить этот разговор. До скорой встречи, до свидания. До свидания. Итак, дорогие друзья, Андрей Варжа был нашим собеседником. Я по-прежнему Сергей Веселовский. Программа наша называется «Политотдел». Читайте, слушайте, смотрите, подписывайтесь. В общем, дай Бог, все будет хорошо. И мы с вами и выживем, и победим. А цена, как пели в песне, а мы за ценой не постоим. Вот так-то. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok